Потоп районного масштаба. Второй день улицу Навашино в Кировском районе заливает водой. Прадокс в том, что об этом ЧП знают все официальные инстанции. Тем не менее, к ремонту приступать не торопятся. Кто оплатит утекающую воду и почему нельзя устранить аварию немедленно, разбиралась Юлия Шишкина. Машины в районе перекрестка улиц Навашино и танкистов не едут, а плывут. Водяной гейзер еле сдерживает крышкой люка у многоэтажки по адресу Навашино 1-13. Потоп, хотя и не всемирного, но районного масштаба. Сильный. Вот у нас около дома, тоже около помойки, точно так все лилось сильно вода. Смотрю, здесь пошла. Это вчера. Мы думали, воду отключат. Вот уже сутки течет, а потом с нас будут вычитать. Эта часть района Схин на крутом склоне и вода заливает улицы танкистов зенитную безымянную. У местных жителей уже появился свой собственный Ниагарский водопадик. В зоне подтопления дома, офисы и магазины. Продавцы жалуются на низкую выручку и отсутствие посетителей. Жители боятся, что вода затопит подвалы их высоток. Наш дом, аномальный, как говорится, с этой стороны вода и с той стороны вода. Мы вот так оккупированы водой. В Саратов водоканале о потопе Навашино знают, но не вмешиваются. Ждут, когда стемнеет. Сегодня ночью мы были на этом адресе, провели осушение колодца, чтобы посмотреть, что случилось. И было установлено, что повреждение само, то есть само повреждение находится на том участке трубопровода, который проходит под дорогой. А из колодца вода только вытекает. После проведения необходимых согласований о работе на данном участке, мы сегодня ночью приступим к устранению повреждения. А до этого времени прекратить потоп нельзя, говорят коммунальщики. Тогда исчезнет вода в домах. На вопрос, кто оплатит неучтенную влагу, отвечают, что это издержки водоканала. Уже известно, что придется вскрывать асфальт на проезжей части дороги, искать место порыва трубы. Какое-то время ночью улица Навашино для движения транспорта будет перекрыта.